Я в глубоком почтении склоняюсь перед шестью Госвами, Шресанатаны Госвами, Шарупа Госвами, Шарагунаты Баты Госвами, Шарагунаты Дасы Госвами, Шадживы Госвами и Шагапал Баты Госвами, которые досконально изучили боготкровенные писания, чтобы на благо всех людей утвердить вечные принципы религии. Они, почитаемые повсюду, в трёх мирах, они истинное прибежище для каждого, ибо всегда пребывают в настроении гопии и заняты трансцендентным любовным служением Радхи и Кришны. Итак, мы продолжаем обсуждать, читать, обсуждать нектар преданности. Это изложение, изложение Божественной Милости, Ачеба Киданта Сами Прабхупады, Бахтер Самрита Синху, Шарупа Госвами. Эта книга предназначена особенно для преданных, написана, не для новых людей, для практикующих преданных. Есть свои тайны в этой области, в области практики, преданного служения. Это иное измерение жизни, ощущений, чувств, сознания, деятельности. Говорится, что преданность уже нетрансцендентна. Она находится за пределами гун материальной природы, даже гуны благости. Гуна благости, она приближена к Божественному сознанию. Она источает знания глубокие, вплоть до осознания Брамана. Все открыто в гуне благости. И счастье. Если мы говорим о каком-то счастье в этой мире, то это может быть только из гуны благости. Что обманчивого счастья в страсти, в невежестве просто в принципе нет. Но преданное служение, оно находится за пределами Брамана. Брамабута Прасханна Атма, это описано в Бхагавадвите. И только с этого уровня Брамабуты начинается вообще представление о преданном служении Господу. То есть отношение личное с Богом, с Его формой, качествами. Играми, даже можно войти в игры, непосредственно обрести тело духовное, место материального, где нет беспокойных мыслей, ума, где нет страданий или страх о временном существовании, о потерях, приобретениях, о борьбе за существование. Нет даже голода и жажды. Нет ни малейших признаков беспокойств. И в этом теле человек может совершать преданное служение. Но, раз же Париж и спрашивают Шукадеву Госвами, каким же образом мы можем слышать, видеть или участвовать в игре Господа, если наш ум материален, тело материальное сейчас здесь, как можно вообще начать преданное служение, находясь в гунах материальной природы? Это серьезный вопрос. И Шукадеву Госвами объясняет, если вкратце сказать, что на самом деле, на самом деле наши чувства трансцендентны, исходят из его чувств. И природа ума – поклоняться Богу. Природа чувств – чувствовать Бога. Изначально это природа чувств и ума. Но в материальном мире она трансформируется, искажается, она извращается, этот принцип. Поэтому его можно восстановить, используя эти чувства, если занять в преданном служении. Прежде всего, шраваном. Услышать нужно это извертый источник. Поэтому здесь, говоря о принципах Бхактии, первейший принцип – нужно найти источник знания. Этот принцип, который мы должны слушать. Трансцендентный слух развить. Главное, главное – не видеть, а слышать для духовной практики, духовной жизни. И так же, на преданное служение превосходит даже духовное счастье, описывалось в предыдущих главах. Все материальные совершенства, включая мистические ситхи, блаженство Брахмана духовное превосходит все уровни знаний и переходит в некую такую духовную вечную песню, поэзию, флейту Кришны. Как вчера мы приводили аналогию из Прабхабхады, что ум преданного, он подобен лесу Вриндавана. Деревья необычные, деревья Калпа Вриша Вриндавана. Ум преданного таков. Исполняются все желания внутри сердца, потому что в этом лесу Вриндавана, чистом святом месте, как ум преданного, присутствует Личность Бога. Он навещает это место. Он является время от времени, чтобы наблюдать эти деревья Вриндавана, чтобы слышать звуки шмелей, чтобы видеть эти чистые озера, прохладный ветерок, он наслаждающийся во Вриндаване, в изначальной обители. То есть внутренний мир преданного, он духовен. Называется Махатма, тот, кто находится под влиянием внутренней энергии Кришны. И есть внешняя энергия Кришны, когда она проникает в ум, а она выглядит, как вращающиеся, противоборствующие гуны природы внутри меня. Я постараюсь понять этот мир внешними глазами, но внутри меня вращаются гуны, которые я не вижу. Они вращаются и пытаются преобладать. Они постоянно в борьбе, противопоставления находятся. Если побеждает гуна благости, остальные гуны подавляются. Если побеждает страсть, подавляется благость, подавляется и невежество подавляется. Но если невежество преобладает, подавляется благость и страсть. Эта борьба происходит здесь вечно. В уме, в искрененном уме. Это вращение гуны природы. Потом мы кого-то считаем врагом, только другом. Потом вдруг наоборот. Нам это человек сегодня интересен, завтра мы теряем к нему интересы. Что случается? Сегодня я хочу духовной жизни. Сейчас какое-то время мне слепевает интерес. Что такое? Может быть, я преданный, может, я не преданный. Кто я? У меня то одни желания, то другие, то эти ценности, другие ценности. Я меняю свою краску, не говоря уже, и в этой жизни, если в жизни, в жизни полностью меняю свою краску. И это все происходит в моем беспокойном уме. Все это повторяется заново. Я забываю заново. Повторяю те же самые вещи. Это пережевание, пережеванное. Только из шастра могу узнать, от гуру, что на самом деле происходит. Я ничего не помню. Поэтому здесь говорится, что как же практиковать это преданное служение? Постоянно слушать. Нужно принять наставление духовного учителя, получить посвящение духовного учителя, чтобы лучше слышать. Бабушка, зачем у тебя такие большие уши? Чтобы лучше слышать, дитя мое. Нам нужны большие уши, чтобы слышать. Слышать, что же Парупада пишет в своих книгах. Мы всю жизнь будем изучать это. Иногда нам кажется, что это мы уже все знаем. Это гуны природы. Так влияют на нас. А то есть что-то новенькое. Ничего новенького есть, нет. Тоже гуны природы. Мы то возбуждаемся, то теряем интерес, но на самом деле это знание в нашем сердце. На самом деле картина совершенно иная. Это тот самый духовный мир, который находится в сердце живого существа. Здесь Ачария пишет. Рубага с вами пишет. Кто-то пересказывает, объясняет. Снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Это знание всегда освежается. Как это дуновение ветерка, всегда свежесть, прозрачные озера, всегда омовение. Это тот самый источник чистоты, блаженства. Трансцендентное знание, говорится. И преданное служение свершается легко, если мы займем свои чувства в преданное служение. То есть это характеристика преданное служение. Здесь мы продолжим наши читать. Правила предписания. Как заниматься преданным служением. Шестая глава. Мы ее сегодня закончим быстро и начнем уже читать седьмую главу. Мы остановились на десятом пункте. Тут было несколько групп этих правил. Это вторая группа правил. В целом их будет 64. Вы помните, перечисляется правило. Основные правила 64. Основные их больше. В Харибахте Веласи здесь упоминается их больше. Их может быть и еще больше, собственно говоря. Иногда даже какие-то новые правила могут вводиться. Это ачарьи. То, что забыто. Бывает, что есть традиции, о которых не нужно напоминать. Это усвоено. Люди живут в этих традициях, получают это от родителей. Какую-то культуру. И, собственно, можно не напоминать об этом. Это есть, это усвоено. Но если что-то утрачивается, как бы появляется как будто новое правило. Нет, просто что-то старое утратилось правило. Новое не появляется. По сути, все является правилом с этой точки зрения. Любая забытая вещь, ее нужно установить как правило, чтобы усвоить. И чтобы она стала правилом, нужно время. Время, чтобы это правило вошло глубоко в сознание. Как Харикарична мантра, мы каждый день повторяем, чтобы она вошла глубже, глубже. А как глубже? Я уже запомнил, в ум она вошла. В разум тоже вошла, да. А куда еще не вошла? Она должна войти глубже, еще в самую глубь. Вот туда, куда мы не пускаем никого, даже Бога. Вот сквозь ложная эга, это трудно. Ложная эга не пускает туда никого. Никого, даже самого близкого человека. Не Бога, никого. Ложная эга, она имитирует Бога самого. Если даже мы кого-то близко подпускаем, то только в духе служения себе, своему ложному эгу. Как это муж, жена называется. В материальном мире все это называется какими-то словами и ценностями. Но, тем не менее, все это только лишь в взаимоотношении Ахангара. Такая Харикарична мантра, Маха мантра, она способна, если есть искреннее желание, проникнуть внутрь. Есть, кажется, вирусные заболевания. Трудно, потому что вирус где-то находится там в клетке, куда лекарства не проникают некоторые. Но все-таки есть какой-то способ, чтобы проникло какое-то определенное лекарство. Найти нужно подходящее лекарство, чтобы оно проникло туда, в клетку и убило этот вирус. Вот Харикарична мантра — это такое лекарство, проникает во все клетки. Сквозь чувства, сквозь ментальную оболочку, непростое дело. Сквозь будхи материальные, тамасу будхи, еще покрытие мощное. И самое твердое, равное по твердости, алмазу говорится, тончайшее покрытие. Никто не может его понять в этом мире. Ни один из рожденных существ — это Ахангара. И гуру дает вот это оружие знания, как трансцендентную вибрацию. Все, что мы слышим по цепи ученической преемственности, относится к махамантре. Сейчас мы читаем книгу Прабхупады, книгу Рупагасвами. Это тоже махамантра. Это та самая вибрация, раскрывающаяся в различных аспектах, так скажем, что она безгранична, Харикарична махамантра. Есть все ведические знания, там есть культура и искусство, там есть все нравственные законы. Все есть. Говорит, просто повторяй, это, естественно, должно возрождаться в тебе, но научись правилам сначала. И не да, мы спешим, поскольку есть страсть, нам хочется быстрее подняться над правилами. Но лучше настроиться всю жизнь следовать этим правилам. Постоянно. Лучше иметь такой настрой. Даже в гейте говорится, что даже если мы достигли трансцендентного уровня, все равно ради того, чтобы подать пример другим, мы не оставляем эти правила предписания. Они хороши в любом случае. Достиг ли человек совершенства или не достиг, они благоприятны. Они дороги сердцу в любом случае. И они могут быть трудны в начале, эти правила предписания, но затем они становятся именно благоприятными, как этот ветерок. Нетрудными. С течением времени, когда именно мы можем больше иметь духовной силы и знаний. И обычно мы придаем большое значение нашим мыслительным способностям, когда обучаемся. Это так. Несомненно, что мы при помощи именно вот этого устройства, мозгового устройства, пытаемся разобраться в чем-то. Так биологически мы обусловлены. Но на самом деле сознание располагается не только в мозге. в равной степени располагается во всех органах тела. И в ногах, и в руках, и в костях. Мы просто по-разному это понимаем и чувствуем. Мозги мы понимаем, как мыслительные процессы обычно. И мы так и понимаем, что вот это и есть жизнь. Но жизнь есть во всех других частях тела. И сознание присутствует так же. По рикрама мы ходим ногами, мы обретаем сознание Кришны. Потому что в ногах присутствует так же сознание. Поэтому, говорится, нужно все чувства занять. И руки, и ноги тоже. Не только голову. Не только то, что мы гордимся вот этим вот местом, что мы умнее животных, мы очень люди. Мы вот думаем, что именно вот это отличие. Нет, отличие не в этом. Отличие в том, что мы сознаем дух. В остальном отличий нет. И с интеллектуальной животными. И так далее. Двуногие животные называют. То же самое. Поэтому, когда в киртане мы занимаем так же ладоши или руки, ноги, это так же называется преданным служением. Есть такие правила, предписания. Танцевать перед божеством, петь перед божеством, лопать в ладоши перед божеством, играть на музыкальных инструментах перед божеством. Потому что бездумные руки, они могут служить Кришне. Безмозглые ноги, они могут полноценно служить Кришне. Потому что там присутствует сознание. Такое же, как и в голове. Поэтому как бы суть преданного служения, что мы занимаем все тело целиком, насколько возможно, с чувствами занимаемся служением Кришне. Десятое правило. Поклоняться божествам в храме в соответствии с правилами предлагая арати и просад, украшая божество и так далее. Причем делать это регулярно. Ну, это то, что в пуджаре делают в храмах. И когда эти стандарты хорошо поддерживаются, храм становится трансцендентным местом. Мы с вами, как предикующие преданы, мы понимаем это хорошо. Мы очень любим храмы Искон, где именно хорошие стандарты, как вот Кришна Баларамандир или Майяпурдхама. Там особенно Искон старается поддерживать высочайшие стандарты, правопадхатия от этого. И мы видим, что это правило работает. Действительно, это развивает наше сознание. Кришна, придя в храм, мы всегда уносим оттуда сознание Кришны. Всегда. Неизменно. Согласны ли с этому правилу? Рупага с вами. Одинство. Лично служить божествам. Это могут быть пуджари. Не только видим, как преданные приходят в храм и приносят цветы, гирлянды или фрукты. Это тоже личное служение божествам. Также. Украшения покупают, передают пуджари. Это божество. Это личное. Это означает, что божества лично будут знать нас. Лично. Это очень необычное чувство. Нужно также приобрести эти личные отношения с Богом. Нужно что-то личное для него сделать. Двенадцатая петь. Мы поем. Для нас это правило не актуально. Мы поем постоянно. Нас даже притекают, что вы слишком много поете, не работаете толком. Но у нас нет такого правила работать на кармической работе. Нет в этих правилах. Петь есть, работать нет. Тринадцатый. Участвовать в Санкиртане. Но я думаю, что каждый горит с желанием. Просто не у всех есть время возможности. Греха с ним будет меньше. Ограниченные работой, семьей. Но в Брамачаре сто процентов должен участвовать в Санкиртане. Но все по-разному. Вообще, под словом Санкиртана, я лично образовываю широкие вещи. Это мое сейчас личное будет понимание. Я поделюсь. Все, все, что мы делаем в Исконе, должно быть в духе Санкиртана. Это мое личное понимание. Даже когда мы занимаемся бизнесом, мы должны быть частью Санкиртана. Это должно быть все в движении Санкиртана. Все должно быть здесь в Санкиртане. Все для того, чтобы расширять это движение, воспевание Святого Имени. Это мое понимание. Санкиртана. Но непосредственно Санкиртана это воспевание и Брихат Мриданга, распространение книг правопада. Отсюда исходит этот дух, который проникает и в бизнес, и в экономику, и во многие другие проекты. Именно из непосредственно воспевания громкого Святого Имени, совместного, и распространения трансцендентной литературы. Повторять мантры четырнадцатые. Тут мантры во множественном числе, потому что сюда можно относиться также и священные писания, тексты, которые мы читаем. Например, заучивать шлоки. На Бхактише Астраха это становится нашим правилом. Требуется учить шлоки. И некоторые предные жалуются, что слишком много шлок. Учить приходится. Нас эксплуатируют. Подавляют нашу свободу. Заставляют нас учиться. А у меня другая природа. Я не гьяни. Я преданный. Я выше этого всего. И так далее. Мы слышали такие моменты. Но, согласно этому правилу, надо повторять мантры как умеете. Сколько вы учите, столько и будет. Столько вы получите такую отметку. Честно. Мне легко говорить, потому что в наше время таких строгих правил не было. Молиться божествам пятнадцатый пункт. Если мы приходим в храм, то хорошо именно какую-то молитву вознести. Если нет молитвы своей, можно вспомнить бхажан бхактюна тхакура. Или молитвы из бхагава возносятся полубоги, другие преданные, что они говорят о крещене. Мы что-то вспоминаем, какие-то молитвы. Иногда вслух, шепотом можно перед божествами произносить. Молитвы кунти очень хорошо произносить перед божеством. Иногда что-то свое тоже мы скажем. Шестнадцатый. Декламировать знаменитые молитвы. Декламировать. Это значит вслух произносить, с выражением декламировать, с чувством. Семнадцатым. Пробовать маха-прасад. Несложные правила совсем. Пища, которая была на тарелке, стоящей прямо перед божествами. Кстати, скажу по секрету, можно воровать маха-прасад. Разрешается по этикету. Не является преступлением. Но так, чтобы никто не видел. Что задача пуджаря охранять маха-прасад, задача перед ног украсть маха-прасад. Это лила называется. Восемнадцатый. Пить чернамриту, предлагаемую гостям воду, которой мы вали божеств. И в это время мы должны помнить, что это чернамрита, это важнейший момент. Нельзя так бездумно междуходом, да, мы средоточенно это делаем, это йога. Пить чернамриту это мощное правило, вообще могучное правило. Девятнадцатый. Вдыхать запах благовония и цветов поднесенных Господу. То же самое. Вдыхая, мы вспоминаем Кришну таким образом. Потрясающий процесс. Настолько естественный, что он занимает нос, язык, чувствует то, что у нас есть. Прямо можно чувствовать Кришну всеми этими чувствами, фибрами. Прикасаться к лотосным стопам божеств. Это позволяется, но не позволяется. Я не знаю, как этот принцип объяснить еще, потому что нас не пускают близко к божеству. всех. Может быть, мысленно это можно делать. Мы также касаемся огня предложенного Кришны. Смотреть на божество с великой преданностью в важном моменте. С великой преданностью. Тут нужно настроиться. Она есть, эта преданность, это в сердце. Ее можно пробудить вот этим правилом. Стать перед божеством и просто смотреть с преданностью стараться. Ну, видите, как собака смотрит на газеты? Ну, невозможно, знаете, не принять это существо. Такие глаза, да? Это собака Кришны. Мы можем вспомнить, учиться у собаки в этом случае. Двадцатое правило. Нет, двадцать первое правило. Двадцать второе. Проводить арадику и в установленное время дня. Это важно, то есть вовремя это делать, как Кришна хочет. Слушайте, Господи, и в играх описаны в Шримад-Бхагаватам, Бхагаватгите и других подобных книгах. Молить божеств о милости. Это важный момент, потому что это невозможно своими силами, поэтому мы молим Кришну, чтобы это все-таки случилось в нашей жизни, в этой жизни, чтобы мы все-таки могли получить тошну в сердце в результате этой практики. Помнить о божествах. Мы бегали здесь, помню, во Вриндаване, по всему Вриндаване бегали, как сумасшедшие, искали Кришну. Но мы были еще моложе тогда и больше страсти было, поэтому мы были очень активны. Где Кришна? Где Кришна? Там, тут, там. Мы туда все бегали, кругом, все кругом. И к нам пришел Гопалкишна Гасвами дать лекцию по всем Бхагаватам. Ну, то есть, был Даршин Божеств приветствия, потом Гуру Пуджа, и мы прибежали на лекцию слушать. Он посмотрел, спросил, а в каких одеждах сегодня Божества были на приветствии Божеств? И никто не вспомнил. Все искали вроде бы Кришну, никто не помнил, даже какого цвета одежды Божеств и на приезде. Божество. Подумали, а вот он видит, он видит нас, хорошо, что мы, Кришна перед нами, мы не видим ничего, мы ищем где-то в другом месте. помните о Божествах. Это, собственно, хорошая медитация, если мы на приезде Божеств видим, можем в течение дня эту медитацию поддерживать. Память. Медитировать на Божеств. Ну, то есть, стопы, это основа мира, да, там есть голени, есть колени, есть там грудь Господа, есть улыбка Господа, это описано в Бхагове, там можно так это делать, можно медитировать, что стоп находит приближающий весь, все три мира, будет сочетаться удивительно с его нежной формой, вот это вот могущество Бога одновременно, как в Дамудара Лили тоже был у Боги, потрясают с его могуществом одновременно его детской непосредственностью. Это раса, это обостряет расу, вот эта медитация. Добровольно заниматься, каким-либо служением, тут говорится добровольно, это правило, добровольно. Иногда мы ждем, кто нас взлетает преданное служение, мы тоже добровольно соглашаемся на любое, но иногда мы должны хотеть добровольно что-то делать, желание, вот это желание развивать очень важно, свое личное желание служить Господу. думать о Господе и как о своем друге, всем жертвовать ради Господа, всем, предлагать Господу то, что ему нравится, пищу, одежду и так далее. мы переходим на диету постепенно с годами, но не должны забывать, что Кришне нравится другая пища и так же готовят для Кришны. Всегда же мы на диете, но все равно чуть-чуть Махапрасада мы можем принять, даже если он не рекомендован докторами, но хотя бы на язык вкус начнете, что-то нравится Кришне. Идти на любой риск во имя Кришны и отдавать все, все свои силы служению Ему. Ну, такой принцип есть тоже. Это касается нашей пропори, миссии. Для Кришны мы учимся. При любых обстоятельствах оставаться предавшейся душой. Как мы упомянули, все это есть Махамандри. Мы бы не смогли понять ни одного из этого правила, если бы не повторили Харе Кришну мантру. Мы сейчас узнаем это только потому, что мы повторяем Харе Кришну мантру. Она дает нам эту энергию, готовность к этим правилам. Готовность, милость дает нам, полномочия дает нам. Поэтому, конечно же, за этим всем стоит внимательное повторение святых имен. Поливать деревца Туласи, регулярно слушать Шримад Бхагава, там и другие аналогичные писания. Жизнь в святом месте, Матуре, Вриндаване или Двараке. Служить Вайшнавам преданным. Организовать свое преданное служение в соответствии со своими средствами. И вот тут много правил, они как бы на одном уровне, но их также будут выделять по степени важности. Далее будет выделено пять основных, ну как бы самых могучных принципов преданного служения. Панча, Бхакти еще мы называем. Но это мы знаем хорошо, мы их изучаем наизусть. Вяшна Чакарвачи такуру выделял принцип служения Вайшнавам как важнейший. Важнейший. Ну это мы называем Саду Санга, также мы называем этот принцип служения Вайшнавам. Очень могучный принцип, считается важнейшим принципом. И даже Кришна говорит, что не тот мой предан, кто мне предан, но кто-то предан моему преданному. Слуга Вайшнава. Очень хорошо себя считает слугой Вайшнава. Это благоприятно. Организовать свое преданное служение в соответствии со своими средствами. То есть не жадничать и не транжирить средства. Разумно к этому стоит. Заниматься особым служением в месяц Картика, октябрь-ноябрь, то есть брать какие-то обеты, ну например мы берем обет, предлагать фитильки огненные лампадки каждый вечер скажем божествам приходить в этот месяц и пропивать дамадараш дополнительно к службам. Это тоже обет. Ну кто-то берет 64 круга мантры или 32 круга мантры. Преданы по-разному, индивидуально, тоже берут какие-то на себя обязательства в Картику. Выполнять особое служение над Джанмаштами, День явления Кришны в этом мире. Чем бы ни занимался преданный, он все должен делать очень тщательно и с великой преданностью Божеству. Чем бы ни занимался тщательно, качественно делать нужно стараться, это очень хорошо и с преданностью. Наслаждаться чтением Бхагаватам в обществе преданных, а не посторонних. Общаться с возвышенными преданными, повторять Святое Имя Господа, жить в Матхури или ее окрестностях. Это у нас было 44 правило. И мы уже прочитали это 20, так? Таким образом, в общей сложности насчитывается 64 регулирующих принципов. 64 в целом. Как же упоминалось, первые 10 из них главные. Кто-то помнит первые 10 из них? Ну, что-то помним, да. За ними следует 10 второстепенных принципов, к которым добавляется еще 44 правила. Итак, регулируемая практика преданного служения включает в себя 64 аспекта. Из этих 64 принципов 5 особенно важны. Вот 5 здесь прупады выделяют. Легко запомните. Мы их знаем. Поклонение божеству, слушание с ремат-бхагаватом, общение с преданными асан-киртана и проживание в матвури. Это вот естественное панча-бхакти наиболее могучные принципы. То, что прупада установил во всех храмах слушание с ремат-бхагаватом, воспевание святых имен, служение, сан-киртана в каждом храме есть, это пропаду установил. Вот основные вещи у нас есть. И проживание в матвури также объясняется, что физически не всегда это возможно. Проживать мы сейчас в окрестностях подхура находимся в арендавании. Иногда мы приезжаем, иногда нет, но мы создаем атмосферу у себя дома или в храме. Таким образом это так можно осуществить. Все преданные желают жить в этой атмосфере. Хотят общины создавать, строить что-то, чтобы быть вместе, поближе, чтобы можно было вместе воспевать, слушать Матбхагаватам, служить, чтобы была культура вачнавская. Мы хотим такого общения, чтобы эти принципы применялись. Это наше стремление, наша миссия. Вся наша физическая и умственная деятельность, а также речь, должны относиться к каким-либо из этих 64 аспектов преданного служения. Как было сказано в начале этой книги, главный принцип преданного служения гласит, что все чувства человека должны быть заняты служением Господу. Каким образом это осуществить, становится ясно из перечисленных выше 64 принципов. Далее Шилл-Рупа Газвами приводит свидетельство разных писаний, подтверждающих аутентичность этих принципов, то есть авторитетность этих принципов. Откуда он взял эти правила предписания, нужно найти основания в ведах. Так, мы шестую главу с вами прочитали таким образом эти правила предписания. Мы сразу приступаем к седьмой главе. Она будет более обширна, дается. А, но прежде чем приступим, я загляну в методическое пособие, что касается шестой главы, можете отметить это, что первые 20 пунктов предназначены для того, чтобы заложить и поддержать основу чистого предназначения. Двадцать первых пунктов. Первые 20 пунктов для того, чтобы заложить основу и поддерживать основу чистого предназначения. Значит, от первого до десятого пункта вещи, которые следует делать. Следование данным принципам укрепляет основу чистого предназначения. Вот это надо делать. Первые десять правил. Следующие десять правил с одиннадцатого по двадцатый. Вещи, которые делать не следуют. Избегая их, человек защищает основу своего предназначения от коррозии и разложения. То есть эти правила защищают, эти запреты существуют. Навредить можно нашей практике. Это следующие десять с одиннадцатого по двадцатого правила. Да, первые десять значит то, что мы должны делать, они хороши. Вторые десять группа, они плохи, их не нужно делать, запреты. И пункты с двадцать первого по шестьдесят четвертый, то есть двадцать четыре еще правила, это различные способы несения чистого предназначения. это способ. Вот так систематизированы эти правила предписания. Видхи не шайда, вот это надо делать, это не надо, яма, не яма в йоге называется. А потом различные виды деятельности, где это можно делать, аспекты разного предназначения. Петь, танцевать, слушать бхагава, там тут написано. Принимать просад, чернамриту, это различные виды, как это применить. Ну и по идее, если мы это все правильно будем внимательно делать, постепенно мы это усвоим, и мы обретем ежедневное стабильное сознание Кришны. Пока мы этому следуем. То есть процесс научный. И самые важные пункты выделяются здесь также в методическом пособии. это принятие прибежища в истину духовного учителя, получение посвящения и служения ему. Значит, важнейшие пункты садханы связаны с духовным учителем, так как именно гуру знакомит ученика со всеми остальными аспектами духовной практики и направляет его в следование регулирующим принципам и в деталях их применения. Здесь выделяется правило принятия духовного учителя, потому что изучать шастры необходимо под руководством гуру, иначе нельзя, они сработают. Иногда предный выделяет шастры, опираясь на другие наставления ачарьев, что ссылаемся всегда на шастры, мы не можем говорить что-то вне шастры. Шастры важнее всего, но нельзя разделять эти вещи, потому что они как одно целое, когда-то шастры не записывались, а именно передавались из устно. То есть всегда нужно было найти духовное и под руководством получить это знание шастры. Если мы хотим стать врачом, мы находим врача, который знает эту науку хорошо, и под его руководством мы осваиваем это все. Это нужно рассматривать как одно неразрывное целое гуру, саду, шастры. Но иногда выделяется что-то одно из этих трех в соответствии с обстоятельствами. Если мы забываем о важности шастры, мы говорим о шастрах. Если мы говорим о важности духовного учителя, достаточно, нет. Саду также в этой категории неотъемлемо присутствует. Гуру, саду, шастры в одном должно быть все, как три единое должно быть такое понятие. И пункты 60-64 это самые могучные принципы, это поклонение божествам, слушание сримат-бхагаватам, общение с продвинутыми преданными и служение им, проживание мадхури, это самые сильные средства достижения экстатической любви к Богу Баба-бхакти. Вот так вот шестая глава, она как бы здесь в методическом пособии классифицируется, облегчает нам усвоить этот материал. И теперь начинается глава седьмая. Да, кстати, есть ли вопросы по шестой главе какие-то в контексте, пожалуйста. когда мы это делаем, вот тогда это совмещается в процессе. Сейчас, когда мы думаем, несовместимо кажется. Но иногда мы приходим в настроении предания как бы беспомощности. Нам легко именно с преданностью смотреть на Кришну и относиться к Мему как к Богу, как к превосходящему существу. Иногда мы приходим в другом настроении. Если мы вдохновлены, у нас много энергии, мы чувствуем себя весело, даже хочется с юмором себя вести. Иногда в таком настроении пребываем перед Кришной и тогда мы чувствуем, что это тот, кто нас понимает, тоже принимает этот друг. В разных настроениях пребываем и все это согласно правам предписания можно связать с Кришной тоже. Ты же бываешь веселый иногда перед Божеством. И Кришна тоже веселится с тобой. Поддерживает дружеские отношения. Иногда ты чувствуешь, что перед тобой именно Бог, ты такая маленькая, незначительная и Он отличает таким образом. Это различные оттенки бхактии разнообразные. Все есть в Кришне. Все совмещается. Вот эти правила и предписания они нам кажутся неслойственны, потому что мы в другой культуре выросли. Там такое нет. Мы как бы изучаем и пытаемся практиковать. Но, например, у нас есть правила дорожного движения, которые в культуре, а в этой нет. Но при этом все функционирует. А как это происходит, что это становится нашей природой? Это вроде мы сейчас должны помнить, не дай бог что-то там добыть и оскорбить. А как такой процесс происходит, раз и потом мы просто становимся носителями вот это действие этой дороги движения? и сначала если мы только сели за руль вообще после тренажера выезжаем уже в город, то мы очень скованы и мы еще в страхе эти правила предписания мы не можем спонтанно применять. Но вы уже об этом не думаете, просто стремитесь к цели. И эти правила автоматически нам помогают. Автоматически нам это помогает. Без усилий. Точно так же. То есть на каком-то уровне вы спонтанно этому уже следуете, потому что как это вас приближает кришне и чувствуете это. Как человек чувствует вкус пищи. А сначала мы просто пытаемся их умозрительно усвоить, запоминать. Находить в себе ошибки и промахи в поведении. О, есть правила предписания, или кто-то мне надо сделать замечание, или я сам это замечу. Или вижу, что другие не очень правильно себя ведут, так отмечу этот принцип запомню. То такие учусь. Почему? Потому что это как путь, я стремлюсь кришне. В стремлении кришне эти все правила усваиваются, естественно. Если нет кришны, это невозможно. 64 правила носить в голове и применять это. Это нужно быть компьютером каким-то. Автоматом хорошо таким совершенным. Это невозможно для человека. Это именно для преданного служения дается. еще есть вопросы по теме. Харьи Кришна, есть 64 правила, есть 64 качества. Это все подременно? Нет. Их больше. Упоминалось, что в Харьи Бхакти велась и больше правил предписания. Отобраны основные правила Рупы Госвами для именно этого произведения. То есть пока я не соединяю это с качествами Кришны. Пока нет такой аналогии. Да, там вопрос, пожалуйста. вопрос. Я хотела прояснить честно, чем мы говорили часто сказали про гуру саду шастры, что это не разъемлено. Я понимаю, как вы сказали гуру и шастры, потому что гуру дает шастры, но я не совсем понимаю, как гуру и саду, как они с собой связаны и чем они отличаются. Саду это образ жизни, так можем сказать. Гуру это квалифицированная личность, которая полномачивает, проясняет эти противоречия шастры, что в его сердце нет противоречий. И он разъясняет шастры, устраняя именно противоречия, которые в шастрах можно найти. Вот это непонимание, что мы называем шастры. Как только современно человек начинает читать священное писание, тут же попадает противоречия у него. А я в это не верю, откуда это взяли вообще и прочее, прочее, это тоже начинается противоречия. Поэтому нужен гуру. Почему? Потому что в его сердце уже есть чистое преданное служение. Нет противоречий, все усвоено. Но мы должны еще видеть множество примеров того, что говорит гуру шастры это саду. Тогда считается человек получил полноценное знание. То есть надежно. Со всех сторон. Если он что-то из этих трех не уважает, он не может обрисеться на них лишнее. Это как одно целое нужно рассматривать. Потому что гуру в себя олицетворяют одновременно и шастры и поведение саду. Так же это все очень связано. Не может быть отдельно гуру без шастры. Или шастр без гуру не может быть такого. Или без садху. Без таких примеров жизненных. Это не существует просто. Это одно целое. Садху Шриман Бхагава. Садху Шриман Бхагава в данной истории. Да. Там есть примеры великих святых. Мы учимся на этих примерах. Можно еще вопросов. хотела небольшое дополнение. С проявлением Божеств очень легко стало поменяться всем 64 правилам. Я анализировала поступить в Божеств, когда мы не ходим в храмы, например, часто переезжаем, то получается только 30 правил, а с проявлением Божеств 64 правила. И почему-то очень часто три раза сказано, что нужно жить в этом месте во Бриндаване. Если с нами Божество возможно, поклоняться в уме всем этим 64 это именно написано для ума. Это для ума написано. Это не просто такие командные рефлекторные навыки. Подъем 4.30 или 3.30 рефлекс. Должен быть умонастроение определенное, желание определенное, смысл. Если мы это делаем не в сознании Кришны, что развивается? Аханкара. Аханкара. Поэтому сюда нужно руководство. Я встаю рано утром, потому что гуру шахтри саду. Это наставление. И поэтому по этой причине я помню, я поднимаюсь вовремя. Тогда поднимаюсь вовремя, я не должен развивать гордости, по идее. Если я сам без гуру делаю это, это другой вопрос, понимаете? Мои плоды. моя гордость. Я сам шахтри изучаю своим умом. Это путь в ад. Поэтому даже если мы эти правила предписания хорошо понимаем сами, мы их все равно принимаем как наставление. Это называется смирение. Тогда они работают. если я сам их принимаю, сам же их анализирую, сам их отвергаю, сам решаю. Это псевдо культура, внешняя культура. За этим есть принцип предания служения. Это для ума все написано. Обоснование принципов преданного служения. Седьмая глава. принять покровительство истинного духовного учителя. В 11 песне Шримад Бхагаватам 3.21 Прабудха говорит Махараджи Неми О царь да будет тебе известно, что в материальном мире счастья нет. Хорошее выражение. Значит еще раз говорит мудрец Прабудха великий и говорит лидеру монарху, лидеру общества. То есть необычная ситуация. И что же он говорит? Ну задача царя сделать свое царство процветающим, чтобы люди были счастливы. Это его задача, это его роль. Поэтому Прабудха говорит царю, да будет тебе что в этой мере ты счастья не найдешь. Не заблуждайся таким образом. Думать, что в этой мире можно найти счастье, значит совершать непростительную ошибку. Ибо здесь нет ничего кроме страданий. Кто действительно хочет обрести счастье, должен найти истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив от него посвящение. Духовным учителем называют того, кто тщательно изучив Священное Писание по-настоящему постиг их смыслу и потому способен убедить других в правильности выводов, содержащихся в Священных Писаниях. Ну и каков же вывод Священного Писания, о чем говорит прабудха, мудрец? То есть можно знать все Писания, можно знать вывод Писания. Здесь говорится, что гуру, учитель, это тот, кто знает вывод Писания. Уже как бы изучив все Писания, он знает вывод Писания. Вот кто такой Духовный. А какой же вывод Священных Писаний, что я слуга Бога? И мое вечное конституциональное положение слуга Бога. То есть он должен знать новую преданную служение. Об этом он говорит. Это квалификация духовного учителя. Такие великие души, которые отбросили все материальные соображения избрали своим прибежищем Верховного Господа, являются истинными духовными учителями. Чтобы исполнить свое предназначение, перенести сферу духовного блаженства, каждый должен попытаться найти такого духовного учителя. Это говорит Махараш Брабуда, дает наставление царю, чтобы царь мог управлять правильно обществом. Это вот управление обществом. к счастью, путь должен знать царь и вести людей к этому, чтобы могли все найти прибежище устоп ачарьи. Мы с вами обрели прибежище в шел Прабхупаде или обретаем это убежище, в процессе находимся, мы должны это изучить, исследовать все, практиковать, проверять. Кто-то уже утвердился прочно в этом. Например, наши духовные учителя, эти великие души, спутники Прабхупады, они подают нам колоссальный пример служения духовного учителя. Мы учимся на этом примере. Лично я именно на этих примерах и вырос. И как они преданы Прабхупаде, это побуждает также их учеников предаваться. Точно так же. Смысл этого высказывания в том, что нельзя принимать своим духовным учителем глупца, человека сомнительных качеств, того, кто не соблюдает заповеди священных писаний, не следует принципам преданного служения или находится во власти шести орудий чувственного наслаждения. Шесть орудий чувственного наслаждения это язык, гениталии, желудок, гнев, ум и речь. Любой, кто починил себе эти шесть орудий, имеет право принимать учеников повсюду в мире. Чтобы совершенствоваться в духовной жизни, исключительно важно принять такого духовного учителя. Тот, кому выпала удача обрести покровительство истинного духовного учителя, несомненно, сумеет пройти весь путь ведущий к духовному спасению. Чем дальше, тем труднее. мы видели недостатки в материальном существовании, поэтому пришли сюда. Мы столкнулись лицом к лицу с суровой действительностью и в конце концов решили, что все-таки предаться Кришне лучше. Тут написано, что это духовное блаженство, что здесь присутствуют возвышенные качества в людях. Здесь есть высший добродетель, великие знания. Конечно, я хочу остаться здесь, предаться Кришне. Мы преодолели препятствия, то есть мы осознали иллюзорность материального существования, что он полон страданий. Мы много поняли по отношению к этому миру, мы уже стали необычными, совершенно необычными. Не из этого мира, как бы нас люди понимают, не из мира всего вы все. И придя сюда, в общество сознания Кришны сейчас какое-то время, вдруг мы сталкиваемся с недостатками. Наши впечатления были другими изначально. Это препятствие? Как быть? Я иду в духовный человек, Магарач, у меня проблемы. Вот этот старший преданный, знаете, в которого я так верил, не верила, знаете, что он делает? Просто вы не знаете, вы были бы в шоке. Вы потому что серьезно задумались вообще, что это за общество. А Гурмагараш говорит, но проблем, продолжай практиковать, повторять, говори, Кришна, но проблем. Почему тебя волнует вообще? Да. Так все просто, Гурмагараш, для вас все просто вообще. Ну ладно, с этим разобрались, да, не нужно быть наивным, да, я признаю, что я был несколько наивнее, сколько идеализировал. Ну как быть? Все говорят, что Брубану отравили. А вдруг правда? Гурмагараш что делает мне теперь? Какие проблемы повторяют шагари, конечно, мандоль, но Гурмагараш что делает тоже? А серьезная проблема, а вдруг это и правда? Когда меня тестировали на кандидата в GBC, там был вопрос, что вы думаете по поводу отравления Шлабрубану? Я вообще первый раз это слышал в этом все время. Я так и написал, первый раз слышу эту глупость вообще. На меня посмотрит с удивлением, вот чистая душа становится. А теперь кто-то верит в это? Что делать? Идите к духовному учителю. Что? Сомневаюсь? А тогда куда вы пойдете, если вы сомневаетесь? Больше не оба найти. Пропад говорит, духовная жизнь, это вот вы в пустыне. У вас нет шансов. Вы там погибнете. И вдруг вы видите, идет человек на свистывающую песенку. я уже почти неделю без воды, я гибнул. А тут кто-то просто гуляет. Ты откуда? Где вода? Ты знаешь, знаю. О, боже мой, куда идти? Туда. У вас есть шанс проверить это? Нет шанса? Нет никакого другого шанса. Если мы отвергаем духовного учителя, то нет никакого шанса. Мы в пустыне материального существования, в океане материального существования. Мы приходим и думаем, что он говорит? Продолжай воспевать Харикришну мантру Святое Имя Харижнама 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 полной грудью снова наша вера возобновляется, что он утвердился в бхакти, йоге. Эти все гуны материальной природной их, это расплетение кармы его не должны волновать вообще. В мире людей происходят ужасные вещи всегда. Невообразимые вещи происходят. Что только в голову не придет в различных гунах. Я думаю, в шоке. Боже мой, что это такое? А вдруг правда? И у нас сомнение возникает. Иди к духовному учителю. Другого нет пути, прабудха говорит царю в неме. До конца можно дойти этим путем только под руководством духовного учителя, который утвердился в романе. Не поколебил. Получить посвящение от духовного учителя и внимать его наставлениям. Получить посвящение это все дети шейник и быть на поводке. Все. Тузик рядом. Я рядом. Гурмаград что-то говорит. Я тузик. Я принял посвящение духовного учителя. Я теперь привязан к нему. Я от него завишу. Во всем. Я вверяю свою душу в то, что он духовный учитель. Я проверял это. Я читал книги, практиковал. я спрашиваю. Я получаю посвящение. Мудрец Прабута продолжает. О, царь! Ученик должен видеть духовного учителя не просто человека, дающего ему духовное наставление, а представителя верховной личности Бога и сверхдуши. иначе говоря, ученику следует смотреть на духовного учителя как на Бога, потому что духовный учитель это внешнее проявление Кришны. Это подтверждает все ведические писания, и ученик должен относиться к своему духовному учителю соответствующим образом. Он должен серьезно и с глубоким почтением к духовному учителю изучать Шимадбхагавата. Слушание и пересказание Шимадбхагавата это та форма религиозной практики, которая возводит человека на уровень служения Верховному Господу и любви к Нему. Это все прабудха цитата о слушании Шимадбхагавата. Важнейшее что мы как и в наших отношениях с Гуру слушание Шимадбхагават в его присутствии. Ну в Исконе на одном уровне нужно понимать дикше шипше Гуру. Шикше Гуру мы также слушаем других духовных учителей Шикше Это очень важно для Искона очень важно для Искона подчеркнуть это Гаридас Такур Бакитон Такур подчеркивает этот момент что на равном уровне воспринимаем дикше и шикше на равном уровне не отлично в этом секрет успеха подчеркивается дикше если дикше дикше означает предание но для чего я предаюсь кому я предаюсь слушанию шикше предаюсь дикше способствует шикше шикше укрепляет дикше предание поэтому как можно эти вещи разделить и сравнивать принижая что-то одно и то же опять же ведь это духовное жизненное абсолютно важно все эти принципы в гуннах материальной природы нельзя это понять что всегда что-то будет выделяться что-то принижаться в гуннах природы совершится какая-то аппаратха поэтому очень трудно воспевать святые имена в таком сознании где мы разделяем что-то принижаем например мне не нравится лично когда предно читают бхагавадгиту и говорят саратарна паритяжи остальное не важно и все они знают бхагавадгиту как легко все это сахаджия философская упрощение правопаду спросили как же быть кришна говорит сражайся выполняй свой долг а там оставь все и предай себе мне как совместить это противоречие правопаду никакие противоречия применяйте согласно обстоятельствам должны знать бхагавадгиту целиком вместе все главы они все говорят об одном и том же в каждой главе говорит свой тот же самый признаться кришне но просто по-разному очень важно это разнообразие в единстве понимать и сознавать иначе мы не сможем понять науку господа читая не могу пробовать ученик должен стремиться удовлетворить истинного духовного учителя такому ученику будет совсем не трудно усвоить духовное знание веды подтверждают это и в дальнейшем рупа госпами объяснит что тому кто обладает непоколебимой верой в Бога и в своего духовного учителя все духовные истины открываются очень легко служить духовному учителю с верой и преданностью значит сначала у нас было принять покорительство истинного духовного учителя сейчас мы прочитали получить посвящение духовного учителя и внимательное наставление мы теперь служить духовному учителю с верой и преданностью о служении духовному учителю господь Кришна в 11 песне Шимадбхагават 17 27 говорит так «Дорогой Удава, в духовном учителе следует видеть не только моего представителя, но и меня самого. Его ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком. В отношении к духовному учителю не должно быть ни малейшего оттенка враждебности или зависти, которая порой возникает по отношению к обыкновенным людям. На духовного учителя всегда нужно смотреть, как на представителя Верховной Личности Бога. И служить в служении Ему равносильно служению всем полубогам». Равносильно служению всем полубогам. Полубоги обеспечивают всем необходимым. Всё, материальное процветание зависит от полубогов непосредственно. Они ответственны за эти стихии, за урожай, за солнечный свет, за дожди. За здоровье людей. На Швине Кумар есть, многие другие. Индра, Сурья, тоже самое. Это жизненная энергия. Праны, всё в руках непосредственно управляющих полубогов. Но здесь говорится, что служение гуру удовлетворяет всех полубогов. Равноценно это. Этого уже достаточно, собственно говоря. Чтобы полубоги также были удовлетворены. Следовать примеру святых людей. Следовать примеру святых людей – это саду. Категория саду – их пример. В Скандапуране преданному рекомендуется следовать примеру святых людей, ачарьев прошлого. Так как идти по их стопам можно, идя по их стопам, можно достичь желаемых результатов без риска впасть в уныние или оказаться в затруднительном положении на пути духовного совершенствования. Впасть в уныние легко, если будут неудачи какие-то в нашей духовной жизни, в миссии, которые мы взяли на себя. Часто мы чувствуем неудачу, и уныние наступает. У меня что-то не получилось, серьёзные ошибки, всё провалилось, что-что хотел сделать. Я занимался только преданных и вдохновлял их. И теперь куда мы пришли? Крах какой-то, просто я чувствую. Это уныние называется. Что на случай? Обратиться к предыдущим ачариям. Да, были и поражения, и успехи в их примере тоже. Что праппаду, мы его обычно описываем как успешного проповедника. Но в Индии он потерпел неудачу. В течение 10 лет неудачной проповеди. Каждый день он совершал усилия безрезультатно. Описывается подробно, через что праппаду проходил. И чтобы не впасть в уныние, он знал волю предыдущих ачарий. Они сказали, что распространился по всему миру. Надо ехать куда? На Запад теперь, после всех этих неудач. Нужно на Запад ехать. С точки зрения материальных успехов аналитических, посмотреть, не было ни одной причины ехать на Запад еще после этого. Если это даже в Индии не получилось, то как это получилось на Западе, простите меня? Любой логический, разумный человек сказал бы, это невозможно. И многие так и думали, в очна в это время, что, скорее всего, это невозможно. Мы уже пытались это делать даже и в Лондоне. Ну, а праппаду почему-то решил с энтузиазмом ехать в Америку. После десятилетий их неудач. Потому что опирался на предыдущих ачарий. Вот как это было. На Рупу Госвами, на Байстан Сарасвальство Духовного Учителя. На Господочитанию Махапрабу, который желал и говорил об этом. И видите, это осуществилось. Помилуйся Господочитанию и праппаду. Если бы праппаду впал в уныние, мы бы ничего не знали в этом. В священных писаниях, которые называются Брамма Ямала, в священном писании Брамма Ямала, говорится, что если человек хочет, чтобы его почитали как великого преданного, и при этом не следует указаниям в боготкровенных писаниях, то никакая его деятельность не поможет ему прогрессировать в преданном служении. Он будет лишь источником беспокоить для тех, кто искренне принял путь преданного служения. Те, кто не считает нужным строго следовать принципам боготкровенных писаний, обычно называют сахаджи. Решив, что все очень просто, они руководствуются своими выдумками и не выполняют указания, которые даны в священных писаниях. Такие люди только создают препятствия на пути преданного служения. Значит, сколько правил преданного служения дает Руба Госвами? 64 или 5? Или 5? 64 все-таки. Их больше, их много. Но Руба Госвами 64 правила нам дает. Из них выделяются какие-то правила, имеют свои особенности, они группируются, и есть какие-то наиболее могущественные правила, но их 64, не 5. Некоторые преданы, изучив все это, подумают, пить и достаточно. Сахаджи, это может увести в Сахаджи тоже. С ним пренебрегаем другими правилами, предписаниями. Неправильное понимание, лучше 64 тут написано. Итак, эти 5 правил, они просто нам помогут усвоить все 64. Мы стремимся усвоить все правила, как можно больше. Здесь мы остановимся. Два абзаца из 7 главы «Следовать примеру святых людей». Это сделано за бассейн. Продолжим завтра эту тему. Сегодня еще есть время на вопросы, 10 минут. Пожалуйста. Мы услышали важное предписание, то, что нам относится в Шик-Шабу и Шарджи, и хотел уточнить, что означает на нас, как определить действительно положение в Шик-Шабу и в Толике. То есть между формальным наставником и Шик-Шабу, с какого момента это становится наставник в Шик-Шабу? В каком моменту набритает квалификацию в Шик-Шабу? Что это за отношения? Это формально обязательно, или это может быть также неформально? Все отношения неформальные, если они духовные, неформальные. Формальности помогают укрепить эти отношения, не должны преобладать формальностей. Также Шик-Шабу это определенное отношение, как ты говоришь, которое мы чувствуем в сердце. Шик-Шабу, что это проникает в мое сердце. Это укрепляет мою дикшу, мое посвящение, мое предание. укрепляет. Это Шик-Шабу означает. И это мы чувствуем непосредственно. Обычный наставник, он имеет определенную квалификацию и опыт. И Батистан Сарасвати не называл эту категорию Шик-Шабу. Я справлялся с его духовным учителем, и он сказал, что он другой термин использовал по отношению к наставникам. Советчик. Мы советуемся с таким человеком. Он про него имеет больше опыта, и мы советуемся с этим человеком. Практически какие-то вопросы обсуждаем, семейный вопрос, если он имеет опыт семейной жизни, также может что-то посоветовать, опираясь на свой опыт, хорошие вещи сказать. Он советует и говорит, вот если будет так, то будет так, последствия, если так, то вот такие последствия, ну, прими какой-то совет, как ты поступай, как ты чувствуешь, то Шик-Шабуру, это не то, что он имеет силу приказывать, а имеет силу, глубину наставлений. Когда я получаю от него Шик-Шу, я уже знаю, это не просто советчик, а я не могу по-другому поступить, он проник в сердце, и я знаю, что нужно делать, как он говорит. Абсолютно всяких сомнений. А советчик я могу решать сам, после того, как услышу его совет. Например, Акрура приехал в Хастинапур, потому что Кришна послал его, послал его, чтобы он исследовал ситуацию, что там происходит в Хастинапуре, как там пандавы, их преследуют, я слышал, говорит, расскажи, приезжай туда, а потом расскажешь мне. И Акрура увидел, что все это злокознение тритаража пропускает, причина в нем. он не уехал оттуда так просто, он пришел дать ему наставление, пришел посланникам Кришны. И тритаража мог бы принять его, как Шикша Гуру, но он принял его, как просто советчика, наставника. А он выслушал все наставления. Акрура прямо сказал, что ты не должен поступать так, ты пристрастен к дурному сыну привязан, что пандавы, они святые люди. И он сказал все, что необходимо. Но поскольку он был в роли советчика принят, ты тритаража ответил, что ты даешь хорошие советы. Я осознаю это, что ты говоришь правильно, но они не входят в мое сердце. Ты не можешь их, к Шикша Гуру. Он сказал. Они не входят в сердце, поэтому, что я могу сказать тебе, в том, что то, что делаю я, неправильно может быть, но происходит тоже по углу Бога. я не могу просто по-другому, поэтому это тоже хоть планы Гришны. Все, на этом остановились. Это был советчик. Как у царя есть советчик Брахман? Так, 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 царь выбирает сам из этого все. Это советчик. Но когда он говорит, Шикша, это внутренняя энергия. И ты чувствуешь свет, и видишь путь, и просто идешь туда. Просто нет выбора, ты видишь истину. Это Шикша. Это Брахмада, Шикша Гуру для Искона. Мы читаем книги, и открывается путь. Все ясно. Все, понимаешь, да, разница? Это Шикша. Нужны советчики также в Исконе. Это хорошо, и не к тому, что мы должны только иметь Шикша Гуру и советчиков все, значит, как нижнюю категорию. Нет, нет, все советчики, которые служат в Ишнауам, помогают, они все станут Шикша Гуру. И обычно тот, кто станет Шикша Гуру, обычно дают и Дикшу. Обычно так. Мы принимаем обычно Дикшу того, от кого слышим Шикшу. Именно Шикшу. Когда мы не просто совет, это Шикша. Надеюсь, что-то прояснилось в этом моменте. Ну, не все, но что-то. Тема сложная, что касается Гуру Татой. Я хотела уточнить, правда, если человек, просто хочет почета к себе не следует принципам. Или это так же кто-то не совсем понимает в этом вопросе. Можно по разъяснинству? Сахаджи буквально означает упрощение. Они говорят, что все просто. Все просто? Вот есть Кришна, есть Гопи, я оденусь как Гопи и буду отрасывать Кришну. И все. Ну, один из примеров таких, что они могут делать. Есть так же философское Сахаджи и упрощение. Вот мы говорили, какой-то стих человек берет, выделяет, остальное все пренебрегает. Это философское Сахаджи в упрощении. Здесь говорится, что Гуру, он не должен быть Сахаджи, он должен изучить благодаря написание вплоть до вывода дойти. То есть в полноте изучить, вплоть до вывода, что Святое Имя равно Кришне. Это вывод уже всех писаний. Если он знает это, он знает писание. Он не Сахаджи. Если Гуру дает именно посвящение Харе Кришна мантру, это духовный учитель. Ни во что-то другое. Не в этот стих Шимат Бхагават, или не в этот стих Бхагавад Гиты, а в Харе Кришну Махамантру дает посвящение. Если он не квалифицирован, он говорит, вот я тебе дам посвящение в этот стих Бхагавад Гиты, а не в какой-то другой. В этом секрет, понимаешь? Забудь все остальные стихи. Вот истина где. Это относительно, это Сахаджи. Упрощение. Или кто-то скажет, вообще Гита не нужна, нужна раса. Такое тоже можете услышать. Гита это просто, это примитивно. Вот раса, Гиту вообще можно не читать. Это один из признаков Сахаджи, что Гиту не читают. Прорупады читал каждый день Бхагавад Гиту. Он говорит, все наше движение основано на Бхагавад Гите. Не забывайте ее, пожалуйста. Это все Сахаджи, и уйдет. Это тенденция, как мы сказали, есть у каждого из нас. Мы хотим упростить наш путь, как бы облегчить его. Вот есть 64, есть 5 принципов. Я думаю, вот 5 достаточно. Это тенденция в уме есть, есть. Нужно остерегаться. Читайте Бхагавад Гиту с первой главы до последней в равном степени внимания. Мы увидели одну вещь, когда давали классы по Бхагавад Гите, что преданные знают, может быть, какие-то стихи Бхагавад Гит, это ключевые. Но третью главу Бхагавад Гит практически никто не знает. Очень важная глава, перед тем, как принять духовного учителя, там описывается принцип, чему научит духовный учитель. И никто не знает это. Принимает более-менее формально, потому что, ну, так принято, традиция в обществе есть, что нужно принять гуру, но осознанность нужна тоже. А в Гите это написано все. Прежде чем там сказано духовного учителя, что получить, нужно принять, там описывается еще несколько глав до этого. Обоснование должно быть. Настоящее обоснование, научное обоснование. Если мы так легко принимаем духовное учителя, легко принимаем божество, дома все устанавливаем так по традиции, то так же легко можем потом это забыть в какой-то момент. Услышим что-нибудь, скажем, засомневаемся. Если мы знаем Бхагавадгиту, по-настоящему никаких сомнений быть не может. Она разрушает все сомнения, говорится. Горджуна в этом говорит, все, никаких сомнений не осталось, ни одного вообще. Там столько вопросов, столько ответов, все необходимое. А как замечать это сахаджиевское настроение и как его лечить? Как лечить сахаджиев? Да, да. О, боже мой. Надо же замечать еще честно. Лечить сахаджиев нужно идти проповедовать новым людям, а не быстро вылечить сахаджиев. Все будут проповедовать сахаджиев? Это хорошая терапия для каждого из нас. Иногда проповедуйте просто обычным людям, общайтесь с ними, попытайтесь им объяснить науку бхактии или науку духовного знания, что к чему они готовы. Я хотя бы я не это тело проповедуйте. Это хорошее лекарство от анардх. Это хорошее лекарство от анардх. Люди в нежестве, но они эксперты в поисках недостатков. Они лучшие эксперты. Идите к ним. Они все просветят, все скажут вслух. Отшлифуют вас. Без мыла очистят сердце, говорится. Эксперты в критике и в поисках недостатков они в этом плане хороши. Преданные все прощают, ну как-то так. Этикет, не хотят нанести оскорблений и идите к материалистам. Но преданные по-другому запутывают все. Начинают соревноваться в знаниях, в памяти, в санскрите, кто как может. Кто-то хочет показывать спонтанность, так говорит, что кто-то показывает свою память, шастли, цитирует. У преданных другая есть проблема, конкуренция тоже своя. Не нужно углубляться в эти дебри, нужно заниматься преданным служением. Тут есть право предписание, там не говорится, что конкурировать с преданными помогает. Развить бахти не помогает. Но мы постепенно от этого отойдем. Если будем стараться просто. Бахти могучный принцип. Важно не отходить от него. Для этого мы при вере, что дуговом начали, принимаем, чтобы не отходить от принципов бахти, чтобы быть всегда занятым служением, даже с сомнениями, даже с трудностями, даже в унынии. Но мы продолжаем, 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 продолжаем. Пока свет на горизонте не появится, он появится. Мы идем, мы достигаем цели. Спасибо большое, что тут мы остановимся. Шла Прабхупада Ки и Джай. Анастасия